Приветствую вас, Мария, давайте разберём ваш вопрос, ну, в первую очередь, если вы обращаетесь к психологам, то я надеюсь, что вы прислушаетесь к тому, что мы сказали, даже если вам это будет неприятно. В частности, я могу сказать, что у вас есть элементы любовной зависимости, у вас есть элементы того, что вы устраиваете все зависимые отношения, к сожалению, к сожалению. И, на мой взгляд, вам нужно как можно скорее начать работать со своей, ну, со своей любовной зависимостью, потому что в противном случае ситуация будет достаточно тяжёлой. Для вас, да, достаточно сложная для вас будет ситуация, вот, и вы, ну, в общем и целом будете страдать, вот, как мне, по крайней мере, это видится, вот. Значит, смотрите, вы говорите мозгами, я понимаю, что меня эти отношения разрушают. Это хорошо, что вы понимаете. А чувства говорят, что мне этот человек дорог. Но об этом не говорят ваше чувство. Может быть может, чувства говорят о другом. Может быть, чувства говорят о том, что, например, вы не можете без этого человека. Так, а это не то же самое. Понимаете, в чём штуку. То есть одно дело. То есть одно дело. Одно дело. Когда чувства говорят о том, что человек дорог, да, просто дорог человек. Вот. Просто дурак. И всё. И другое дело. Совсем другое дело. Когда вы без человека не можете. Это разные вещи. Я хочу, чтобы вы себе отдавали в этом отсчёт. Понимаете? Потому что какая штука. Поэтому здесь, на мой взгляд, ваше внимание нужно обратить именно на то, чем вам этот человек дорог, например. Да? И не боитесь ли вы, к примеру, остаться одна, например. Не боитесь ли вы, к примеру, что если вот, ну допустим, да, если... И с ним, да, например. То... Больше ни с кем. Нет ли у вас такого страха, такого страха ещё. Если есть, то конечно нужно работать именно с этим. Потому что сейчас всё выглядит таким образом, будто вы хотите быть тем, кто... Пытается вас принижать. Вот. И... Понимаете? В действительности есть... Есть те, кому это подходит. То есть нельзя... Сто процентной вероятность. Утверждает, что вот мужчина, да, он... Ну как бы... Что он должен быть один. Что он плохой. Нет. Сто процентной вероятность. Вопрос здесь в том, насколько это вам подходит. Понимаете? В чём, в чём... Вот в чём... А, вот это важно, поэтому не будет käppo. Что он не пишет. Senate 순 до 40, 20, 20, 23, 28, 3, 24. На сколько ли подходит вам? Ииииииииииииииииииииии... Подходит ли это тебе обо.."; А, вот это вам? У faction... Ииииииииииииииииии.... По-моему, например, что... А, вы.. В.. В.. Плачете. А, вы плачете этиещения сimes. И каждую stories уменьш��. Ииииииии Value у меня, вы по-моему например. Судя по тому, например, что вы как-то вот негативно достаточно вот это воспринимаете, вот, вам это не подходит. Просто. И момент в том, чтобы постараться, постараться, увидеть что не подходит, скорректировать то, что не подходит, и изменить своё поведение, соответственно, с этим, вот. Понимаете? Сейчас вы готовы за своё, ну, во много счастья, да, за своё счастье, сейчас, вы готовы расплачиваться, ну вот, условно говоря, подавлением, агрессией в вашу сторону. Вот. И так далее. И в моей душе вы понимаете, как мне кажется, что это не туда немножко путь. не в ту сторону немного, это путь. Но и сделать, увы, ничего не может с этим. Как мне кажется. То есть, а как по-другому, да? Как по-другому? Я не умею по-другому. Словно вы, говорите вы, я не умею по-другому. И поэтому я боюсь. Собственно, сейчас вам нужно зафиксироваться, наверное, на том, что есть конфликт. Вот этот конфликт. Что отношения меня разрушают, и что я в то же время хочу быть с человеком. Вот. И вам нужно постараться увидеть, что с чем конфликтует. Именно, вот, в данном конкретном случае, что с чем конфликтует. Или, ну, или, или кто с кем конфликтует. Да? Вот. Чтобы, ну, как-то вот, чтобы это разрешить вам. Понимаете? Понимаете, да? О чем я говорю. Вот. Если вы с этим противоречием разберетесь, увидите, что, например, внутри, что за ним, за этим противоречием, например, скрывается, то проблем у вас станет меньше. И ситуация перестанет быть такой, ну, такой, отягощающей вам, скажем так. Вот. А так, обратите внимание, да, вот, что вы пишете? Что вы пишете? Партнер начал проявлять агрессивное уважение, значит, обвинение, сравнивание. Вот меня обвиняли, меня сравнивали, да? Говорите вы. А потом вы спросите, как, зачем человек включает игнор? С какой целью? Целью манипуляции вами. А какая может быть еще цель? Цель только манипуляция вам может быть здесь. Цель может быть только одна. Манипуляция. Человек хочет вами манипулировать, чтобы вы испугались, что он идет, и чтобы вы ему подчинили. Все. Тут, как бы, старый, как мир, способ. Ну, действовать. Вот. Вот. И человек знает, по крайней мере, он, по крайней мере, он так считает, что знает, что вы, значит, не захотите его потерять, не сможете быть без него. Вот. И, пожелаете его, собственно, вернуть. Ну, пожелаете, значит, быть с ним, находиться с ним. Вот и все. Как бы. Такая вот история, история. Вот. Игнур это манипуляция. В данном случае. И, к сожалению, по понятным, я надеюсь, вполне причинам, да. Вот. О любви. Речь здесь не идет. Именно о любви. Речь не идет о любви. Речь идет, скорее, о том или про то. Чтобы, чтобы вас себе подчинить. Вот. Чтобы подчинить, подчинить вас своей воле. Вот. Чтобы вы делали то, что нужно мужчине и так далее. Вот. А вы, ну, как бы, вы видите сами, какой, какой идеал, да, женщины, ну, у мужчин, у мужчин. Вот. И вам нужно спросить себя, да, вот я хочу такой быть. Вот. Я хочу такой быть. Меня, меня устраивает такой, такой быть. Вот. И, как бы, тут на самом деле, повторюсь, тут, ну, основное, основное здесь, это цена. То есть, вот именно та цена, которую вы платите за, ну, условно говоря, за то, что вам нужно. Понимаете? Просто цена, просто цена. И, на мой взгляд, вы, вы знаете, что оно того не стоит. Вот. Именно поэтому вы обращаетесь к нам. Именно поэтому вы обращаетесь, собственно, к психологам, чтобы вам подтвердили это предложение. Вот. Вот. Возможно, и другой вариант, когда вы, на самом деле, хотите убедить себя, что другого варианта, кроме как, подчиниться, нет. Вот. Ну, то есть, такое желание, желание подчиниться. И, тогда вы ищите, условно говоря, ищите, ну, ищите подтверждение, для того, чтобы, быть, чтобы, ну, условно говоря, да, чтобы, отдать себе его, вот. Такая, такая, такая ситуация здесь. Ну, тоже может быть, как, как бы. Вот. И, и, ага, я думаю, что вам самой нужно решить, с чего вы хотите. Вот. Помочь вам можно, только, если вы хотите, там, разобраться в себе. Вот. Если вы, там, допустим, признаете, что отношения немножечко, там, ну, не в ту сторону ведут, куда вы, там, условно, изначально хотели, да, и так далее. Как бы. Вот. Это нормально, что вы немножко, там, ну, запутываете в себе чуть-чуть. Вот. Вояснял, что вы будете с этим дальше делать. Именно, противоречие, которое, ну, которое я вам указал, да, вот, является здесь, ну, центральным, является здесь основным, вот, это противоречие. И вам нужно решить, эээ, что вы будете с этим, с этим, делать. Вот. Эээ. На этом всё. Эээ, я надеюсь, что, эээ, мой ответ, эээ, был вам, ээээ, полезен. Я надеюсь, что, ээээ, мой ответ, ээээ, был вам, ээээ, полезен. Эээ, вы, получили, пища, пища, глядь, размышлений. Ээээ, самостоятельно, вы можете, ээээ, дополнительно, почитать, ээээ, например, про треугольник Карпмена. и про сэдомазохистичные отношения. Почему сэдомазохистичные? Потому что ваш партнер ведет себя как классический садист, а вы ведете себя как мазохист. То есть как человек, которого можно условно говоря, обвинить в чем-то, да? Человек, который склонен себя обичевать, человек, который склонен брать на себя ответственность за, ну, те или иные вещи, за других людей. Человек, который пытается оправдать ожидания людей других. Вот, собственно. Это то, это то, на что я могу обратить ваше внимание на данный момент, на текущий момент. Ну там все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok